Но это преступление, вот это преступление. Я проголосовала, я сделала свой выбор за Россию. Владимир Владимирович, большое спасибо за этот референдум. И хочу попросить вас ускорить этот процесс вхождения в Российской области в состав Российской Федерации. Вот вам опять подтверждение того, как нас собираются освобождать и какими методами террористическими, бандитскими это все делается. Мы будем жить, мы будем жить, на самом деле, жить будем, а не существовать. Спасибо. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо. Ребята, выручайте, давайте, давайте. Будем стараться. Пожалуйста, пожалуйста. И мы очень благодарны, очень благодарны России, что она нас не оставила. Солдаты добрейшей души люди. То есть тушенка летает в разные стороны. Не дай бог, кто-то получит ожог. Бо приходят и женщины у нас такой вот. Собирают там муку на пирожки. Ну, пирожки можно сделать в последний раз в жизни. Были обстрелы. Как вы оцениваете вот ремонт асфальта после обстрелов? Воронки заладать посложно? Нет, после обстрела асфальт не этот самый. Целый. И обстрелов здесь практически не было абсолютно. Она ведь абсолютно не похожа на главного очага. Верон номерной, номерной. Вот, за вашу нас ведущий. Пока там правительство ненацистского режима, поэтому пока я туда не вернусь. От военно-гражданской администрации и от движения Дорога жизни. Тут Россия. А что тут? Петровночка, это Оля подавала. Материальная помощь. Это рублями. Рублями, наверное. А сколько тут? Петровна, 10 тысяч рублей, 5 тысяч гривен. Я вам ничего не должен. Ничего. Тут настолько Россия зашла мягко. Когда проводится референдум о присоединении к Россию? Люди поддержат? Я думаю, однозначно. Те, кто здесь остались, однозначно. То есть, как бы, потому что, ну, сколько ж можно терпеть? Если мне бизнес, 20 лет бизнесом у меня был. И я с долгов так и не вышел. То есть, как бы, все. Каждый раз проценты, налоги, проценты, налоги, все. И с каждым разом все больше и больше. То есть, даже предпринимателям тяжело работать было приемкой? Да, я 20 лет. Я как начал с кредитов, так и в кредитах сижу. Тот, кто не хочет его выполнять, вы можете организовывать институционные проверки. Трудательно. И спасибо всем, что есть конфедерации. Такого, как и Украины, как бы, таковой нет. По жизни нам была и есть Советский Союз и Россия. Что вы думаете, как изменится жизнь на Херсонщине после референдума? Какие ваши ожидания? Я бы хотел предоставить слово моему другу, который расскажет, что происходило. Собственно, мы вместе были здесь. Были вместе с Русланом вечером. Украинской власти выгодно это. Или Зеленского сливают просто. Чего? Или его сливают просто, Зеленского. Может быть. Вот они все с русскими флагами. Радости столько у меня, а? Не надо моих сливать. Вы поддерживаете или нет? Конечно, тебе Машоболят, кто-то и радуются. Серьезно? Да, я чего тут. Я понял. Ребята! Для города это было очень сильно важно, так как у нас ни пенсии, ни заработки, платы не получает никто. Мы людей кормили. Помимо того, что город, мы еще кормили районы. Очень много районов. Даже на передовую отправляли. Я иду на референдум. Херсон – это историческая русская земля. Мы очень благодарны России за эту помощь. Это нас выручает очень-очень. Если бы не гадяи, которые разрушили в 1991 году Советский Союз, мы бы жили сейчас лучшим в союзе со славянами. Овсянников Геннадий Константинович. Ставленко Людмила Константинович. Раз, два, три, четыре, пять. Ставленко Людмила Константинович. С 20 мая начали формировать списки по выхватам людям, социальные, то есть подъемные дают по 10 тысяч рублей. Начальство на заводе, в принципе, осталось старое, коллектив тоже был, да, ничего не было, и все, как будто так и есть. Я коренной житель Новой Каховки. Этот город построили советские люди, мои отцы и деды. И сегодня я иду на референдум, чтобы проголосовать за Россию, историческую родину Херсонской области. Не бойтесь, голосуйте, наше будущее вместе с Россией. Сейчас мы стоим на пороге новой эры. В городе Каховка открылся центр пенсионных выплат. Это наша общая победа. Я житель города Новой Каховки, иду на референдум, потому что вижу будущее города в составе России и только с Россией. Производится материальная помощь от Российской Федерации. Сердечно благодарю Российскую Федерацию, то есть нашу, уже скажем, Россию. Спасибо Российской Федерации за помощь. Спасибо России за помощь. Всего доброго, ребята. Запустили сегодня кинотеатр, итальянскую комедию. Субтитры подогнал «Симон» И по всем вопросам обращаться в отдел образования и культуры Новокаховской ВГА. Я хочу поблагодарить всех людей, причастных к этой помощи. Я Василий Виктор Иванович, директор музея Новой Каховки. Но честно признаюсь, в этой Украине, которая так ко мне относится, и к таким, как я, людям, мне что-то жить уже не хочется. В связи со сложившейся обстановкой, референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации жизненно необходим. Приходите, голосуйте. Не бойтесь. Пусть нас боятся. Мы за Россию. Уважаемый Владимир Владимирович, я, как и все жители Херсонской области, сказал свое твердое «да» на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации. Сокрудников на данный момент в станции насчитывает 250 человек. С 24 февраля оперативный персонал единственный находился на станции. Доставка была военными на военной машине. С 2014 года мы работали на экспорт, и в Россию работали, и по Украине мы работали. Сейчас, в данный момент, работаем мы только Крым ездит, у нас забирает. Мы полностью, дорога у нас на Крым открыта. С этой целью военно-гражданская администрация провела определенные обучения в плане, как и куда реализовывать. На 10 часов утра в больнице стационарно получают лечение 9 человек, и 20 человекам оказана амбулаторная помощь. Спасибо большое за то, что помогают, за то, что тут пригнали ребят. Сегодня, 1 августа 2024 года, в Новой Каховке, друзья с Рязани передали нам машину 20 тонн гуманитарной помощи. Овощи, фрукты местные? Овощи местные, фрукты из Крыма. От наших рязанских друзей. Мира, любви и удачи всем. Конечно, боевые действия вблизи станции, они недопустимы, это стратегический объект. Будем вместе. Сейчас мы находимся в Сталии. Вещи в сторону, спорно-русская звега. Люди, я думаю, Российская Федерация нам поможет. Мы, братские народы. Попирались наши ценности христианские, но Россия, милостью Божию, она отстраивает эти ценности. И я призываю сегодня совместно об этом поговорить и по результатам подписать декларацию единства. Мы надеемся на вас, что вы нам поможете. Все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Что может быть дороже для родителя ребенка? Если ребенок доверяет нам и отдает родителям, доверяя ребенку на это, мы выполнили эту задачу. Мы все учебники до каждой школы довезли новую литературу, по которой будут учиться уже по российским стандартам. Я коренной житель Новой Кахуты, пойду голосовать за Россию на референдум. Я говорю, чтобы никто не боялся идти, потому что Россия это сила. Мы с Россией. Херсон – это Россия. Херсонская область – это Россия. У нас наконец-таки появился шанс на мирное и лучшее будущее, которого я не видел с Украины. Дорогие земляки, новокохорчане, в преддверии решающего для нас всех знаменательного события, призываю вас прийти, отдать свой голос за наше будущее, за нашу Россию, за нашу Святую Русь. Я жительница Новой Каховки и прошу вас сделать свой выбор. А мой выбор – это будущее вместе с Россией. Я хочу, чтобы больше не было этих развалин. И мы жили в безопасности. Я очень люблю Россию. И жена меня – русский. Да, его референдум хороший. Все будет хороший, а я верю. Очень-очень рада, что мы все возвращаемся в Россию. Мы чувствуем себя, как с нас снимают оковы нацистской Украины. Явка у нас сегодня как бы повышенная. Люди идут хорошо. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Сьогодні референдум. Сьогодні каждый из нас делает свой выбор. Делает спецоперацию. Але, незважаючи на це, мы продолжим налагоджувати мир на життя. Я зробила свой выбор. И можу заявити про него відкрито. Я выступаю за входження Харсонщини в Росплату Российской Федерації. Добрый день, Владимир Владимирович. Я, как житель города Новая Каховка, выражаю вам огромную благодарность предоставленной возможности проголосовать на референдуме о вхождении моего города в состав Российской Федерации. Миска Ховки со Светлого, там более-менее. А сегодня мы уже побывали в подвале. Стекло, оно было, жена рядом стояла, оно прямо вывалилось. Хочу, чтобы вот этого не слышали. Хочу, поспала, я бы спать не могу ночами. Вот в чем дело. Я провожаю подругу, надеюсь, что она приедет отдохнувшая. Она на даче не спала столько ночей. Думаю, хоть это спится там, здоровье поправит, приедет веселая, счастливая. Жалеем, что поменяли квартиру сюда, в Светя. Мы же там жили. Жена попросила на родину сюда приехать. Ну, Новая Каховка вот такой. Он хорошенький городочек, чистенький, все это. Ну, думали, что союз будет. Союз разломали, потом все это пошло. Непонятки. Я работал. Ушел из-за того, что все предметы, все перешли на украинский язык. Я его не слышал. Так получилось, что надо было в улице. Ну, так. Украинизация свое сделала. Ну, какая замечательная. Скажите, пожалуйста, вы первый раз в Гонзове так едет? Да, первый раз едет. Какие ощущения, рассказываете? Ой, очень, знаете, так как-то... Попустите женщину. Ну, мало верится. Ну, думаю, что отдохнем хорошо. Вот дочь, а у нас там папа еще вещи грузит. Собачка с собой. Что, Леонид, когда война идет, вокруг тебя. Вот сегодня люди жили, их уже нет. А я там три трупа видел, вот, когда это произошло все. Страшно, Леонид Старин? Вот я готова к пуску. Сейчас идет заполнение теплотрассы водой. Все готово. Ждем только команды. Нету. Уже все потолки посыпалось. Окна, двери, ничего немае. Учиться негде. Без слов. Это мой сын, да. А куда, что, в школу будете ходить? Ну, куда-то, куда доедем, а там дальше. Есть родственники, может, к родственникам поедем. Есть и в Кишиневе сестра, и в Питере, не знаю. Это ни в коем случае не эвакуация. Вообще никак. Нам сами позвонили. Да, нам сами позвонили. Сказали, вы находитесь в пункте временного содержания. Мы говорим, нет, мы в новой коповке. Объяснила всю ситуацию, и она все, вот я сейчас позвоню начальнику, и мы говорим, что все, потом сами звонили. Куда едем, еще не знаем. Куда везут, хотели, куда... Значит, вы сейчас поедете в Жан-Кой. Продолжается активная эвакуация людей. Что завтра? Я записываю на завтра. А на сегодня можно? Да. Автобус еще долго будет. Сначала подождите, я запишу и отмечу людей, которые сегодня эвакуируются. Да. И завтра, на завтра те, кто едут, отмечу. Подождите, я сейчас отмечу. Продолжается эвакуация. Сегодня выезжаете? Завтра? Сегодня. Все уже приготовили, вещи все. Да, хоть и-то приготовили, все приготовили. Больше. А многие вот бросали своих домашних питомцев? Многие бросали. Я не могу, у меня душа за него болит. Опасности, не затягивайте, пожалуйста, с эвакуацией. Ну хотя бы дня 3-4 еще будете. Я надеюсь. Я надеюсь. Мы будем до последнего. Людьми, мы никого не бросаем. Будем вас эвакуировать. Мы на своей земле. Тут родился. Все. Соседке отдала ключи, будет смотреть комнату. Я не возвращаюсь. Я остаюсь там. Она к сыну. А к сыну поехали? Ну приезжать же будете? Кто его знает? Я просто в возрасте в таком интересном буду приезжать или нет. Хоть бы туда доехать. А к сыну куда, если не секрет? Не скажу. В Подмосковье. А, в Подмосковье. Люди, ну не сегодня, а в течение последних трех дней уже, бесплатно отправляются на лечение, на отдых, на курорты Крыма и Кавказа. Продолжение следует.